Суздаль принял 21-й фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России». В нашем регионе он прошёл в пятый раз. В город-музей прибыли 17 тепловых аэростатов. На Ильинском лугу в пойме Каменки собрались воздухоплаватели из Халужской, Московской, Самарской, Ярославской областей, Чувашии и Ставропольского края. У многих более тысячи подъёмов. У каждого особые приметы и традиции. Людей, впервые поднявшихся неблю, принято посвящать тремя стихиям. Первая стихия – земля, которая нас приняла. Вторая стихия – вода, вместо воды шампанское. И третью стихию вы должны отгадать сами. Огонь? Правильно. Гости на фестиваль приехали также из разных уголков страны. Елена из далёкой Кемеровской области. Женщина признаётся, что полетать на воздушном шаре она мечтала с детства. Привет из Кузбасса! Мы прилетели специально сюда, побывали на таком. Вот прекрасное мероприятие. Мы не просто в восторге, мы восхищение. Мягкая посадка, мягкий взлёт. Поэтому не страшно нисколечко, только один восторг. На воздушных шарах отмечали памятные даты. Например, пара из Жуковского поднялась в воздух в честь годовщины свадьбы. Мне муж сделал на годовщину нашей свадьбы вот такой подарок. И вот мы приехали сюда полетать, покататься и вообще погулять. В Суздале мы ещё пока видели с высоты. Вот сегодня пойдём гулять. Вот нам очень понравилось. Мы бы ещё полетали. Фестиваль воздухоплавания оценили в Рио главы региона Александр Авдеев и глава администрации Суздале Сергей Сахаров. Чиновники прогулялись по лугу и пообщались с отдыхающими. Здесь немножко детские радости, детское такое настроение. Потому что огромные шары, красота, чистое небо, высокий полёт. Это прекрасный фестиваль. Считаю, что это такая тоже история с продолжением. Надеюсь, фестиваль будет разрастаться и приносить много-много радости жителям Суздале и, естественно, посетителям-туристам. Теперь шары отправились в Переславль-Залевске Ярославской области. И там воздухоплаватели пробудут до воскресенья. Евгений Павлов, Шестой канал.